Улица Неверова 25 в поселке имени Шмидта. Совсем скоро на этом пустыре появится столь необходимый жителям медицинский пункт. Здесь будет постоянно принимать врач общей практики, а также приезжать узкие специалисты. Вопрос о медпункте жители подняли на общественных слушаниях проекта на связи с губернатором. Тут очень много у нас пожилых и детей. Нам бы желательно, как насчет пункта какого-то медицинского и аптеки. Оказалось, вопрос уже решен. Через неделю начнется возведение медпункта к сентябрю, он примет первых пациентов. Мы вместе с главой района Елена Владимировна заехали на площадку, где долгожданный, я надеюсь, у нас медицинский пункт разместится. Были представители Министерства здравоохранения и уже сегодня произошла с предприятия отгрузка самого модуля. Сейчас начнутся работы. Первую встречу с жителями по проекту на связи с губернатором в этом году в микрорайоне номер один в Самаре посвятили благоустройству. Общественные советы микрорайонов, созданные в апреле этого года, стали своеобразными проводниками между жителями и властью. Главная идея вот этого общественного совета – это максимально приблизить власти и население, решать конкретные проблемы на конкретной территории, доносить для людей необходимую информацию, вести разъяснительную работу. Жители уверяют, внимание власти к их проблемам заметно. Так в поселке Шмидта решился транспортный вопрос. Мы очень благодарны, что нам пустили 13 маршрут. Теперь мы все основные точки пенсионера посещают. Это у нас и больницы, и рынок, и для мамочек с колясками. Этим летом в микрорайоне построят две детские площадки. Горожанам поручено выбрать места, где их установят. Еще один актуальный вопрос – ремонт дорог. В этом году на Самарской дороге запланировано порядка 7 миллиардов рублей, причем отремонтируют не только центральные улицы, но и дороги местного значения, в том числе улицы Неверова, Речная, Мяге. Вопросами благоустройства на встрече ограничиваться не стали. Обсудили и проблему с противопожарной безопасностью в поселке Шмидта. Вопрос строительства новой пожарной части на контроле. Возможно, оно начнется в следующем году. В случае, не дай бог, возникновения пожара тем, кто придет на помощь в первую очередь, у нас есть. Я со своей стороны тогда вместе с вашим депутатом городской думы беру в проработку вопрос контроля за тем, чтобы строительство новой пожарной части было включено в бюджет. Такие встречи станут регулярными. Ни одно предложение жителей не останется без внимания. Все обращения возьмут в проработку профильные ведомства. Контролировать выполнение поручений жителей будут общественные советы микрорайонов. Марьяна Мирная, Марина Коровцова, Константин Головин. События.